Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова. Я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня буду говорить о том, о чем меня просили написать, но поскольку настроение у меня на этой неделе совершенно не писательное, я пошла по простому пути и сняла видео. Это как прекратить затяжной срыв. Прежде чем я начну, как всегда, я вас прошу ставить лайки, подписываться на мой канал, комментировать, делать репосты. И, пожалуйста, проверяйте, выходят ли новые видео. Они выходят регулярно, они выходят дважды в неделю, потому что я знаю, что не все подписчики получают уведомления. Возможно, это связано с тематикой. Ну, в общем, захаживайте. Так вот, как выйти из затяжного... Я сегодня, прошу прощения, плохо артикулирую. Как выйти из затяжного срыва? Во-первых, что такое затяжной срыв? Затяжной срыв – это когда... Обычно как происходит срыв? Вот, например, при компульсивном переедании, или при булимии, или при анорексии с очищением. То есть, ну, вот с определенной периодичностью. Например, раз в неделю. Два раза в неделю – это вообще стандартно. Там каждый третий-четвертый день – это прям стандарт такой булимический. Есть люди, которые рвут раз в день, например, да, или в гораздо более редких случаях люди рвут после каждого приема пищи. Но такое тоже бывает. Затяжным срывом мы считаем срыв, когда вот этого перерыва между двумя срывами как будто нет. То есть, начала есть. Обычно еда, очищение, потом какая-то пауза. Насколько-то часов, дней, может быть, даже неделю. А тут как будто этих пауз не становится. То есть, как начала есть, так и не могу остановиться. Ем, очищаюсь или не очищаюсь. Ну вот, если это компульсивное переедание. Но как будто этот срыв просто не заканчивается. То есть, затяжной срыв – это когда происходит такая интенсификация всех ваших симптомов. И по какой-то причине это растягивается на дни или недели. И в такой ситуации обычно люди впадают в страшную панику, потому что вообще непонятно, как это прекратить. Это не прекращается. Это как бы сразу хуже, чем это было всегда. Так вот, как прекратить или как выйти? Срыв нельзя прекратить. Он может закончиться. Прекратить срыв нельзя. Вот это, наверное, правило номер один. И тезис номер один сегодняшнего видео, который внезапно пришел мне в голову. Нельзя остановить срыв. Вы не можете остановить лавину. Поэтому даже не пытайтесь. Если срыв начался – срывайтесь. Первое, что вы должны сделать – это дать этому срыву как бы потерять энергию и сякнуть. То есть, если это день, то день. Если это три, то три. Если неделя, значит неделя. Не пытайтесь бороться. Вот эти все трюки, типа там, позвони другу, займись чем-нибудь, сходи, отвлекись, подыши по особой методике. Все это, конечно, прекрасно. Но настоящий хороший срыв этим не остановить. Просто. Вот не остановить. Бесполезно. Бесполезно уговаривать несущийся на вас поезд. Бесполезно пытаться его удержать. Поэтому срыву нужно дать и сякнуть. Вы почувствуете это снижение напряжения и как бы снижение энергии в этом срыве. Наберитесь терпения, дайте ему и сякнуть. Если за это время вы опухнете, отечете, раздерете себе горло, наберете три килограмма, это будет очень грустно. Но вы должны дать срыву и сякнуть. Когда вы почувствуете, что энергия спадает, и вы уже можете думать немножко, это как-то уже стало полегче, попроще и как-то уже не так заряжено все. Сколько бы дней это не заняло. Вот в этот момент, когда вы уже можете думать, сделайте вещь номер два. Подумайте. РПП – это всегда про избегание. Мы уходим, люди уходят в РПП, в срыв, в еду, в голод для того, чтобы что-то избежать. Это стратегия, это защитный механизм психики, который типичен для людей вот этого типа. То есть избегание, не только у РППшников бывает избегание, это вообще такой, один из механизмов защиты психологической, который люди используют налево и направо. А у людей с РПП это избегание приобретает деструктивные формы. Бывают и другие деструктивные формы избегания. Не алкоголь, наркотики, беспорядочные половые связи, самоповреждения и так далее. Так вот, если у вас начался и идет затяжной срыв, значит именно сейчас вам важно с чем-то не сталкиваться, не встречаться, как говорят психологи. Это либо мысли, либо чувства. Когда у вас затяжной срыв, задайте себе вопрос. Как течет время? Обычно в таких затяжных срывах время, недели проскакивают просто там день, ночь, вообще ничего не отслеживается. И человек вроде и на работу ходит, и как-то взаимодействует, но он не отслеживает вообще. Вот там раз, вот так и неделя промелькнула. Хопа, и две недели нету. Это диссоциация. Это когда вы отстраняетесь от всего, что происходит в вашей жизни, и уходите как бы в завесу вот этого срыва. Для того, чтобы не чувствовать, не видеть и не думать о чем-то, что вас беспокоит. То есть четко понимаете, и это второе, второй важный тезис этого видео, что затяжной срыв — это всегда про избегание. Вы что-то избегаете прямо сейчас. И третий важный шаг, который нужно сделать — это найдя, попытавшись понять, что именно вы избегаете. Попытаться понять, что с этим можно сделать. Поясняю, туманно выразилось. Обычно у каждого человека вот такие срывы запускают какие-то одни и те же чувства или одни и те же мысли. Например, я недостаточно хороша. Меня ни за что любить. Меня никто не полюбит. Никогда. Я ужасна и отвратительна. Меня все отвергают и будут отвергать. И жизнь слишком тяжела, я с ней не справлюсь. И так далее. Вот есть какие-то, как говорят специалисты по КПТ, какие-то глубинные убеждения, такие базовые, которые, когда вы с ними сталкиваетесь, когда вы приближаетесь к чему-то, что их активизирует, запускает этот механизм срыва. И психика ваша говорит, не-не-не-не-не, мы туда не идем, не-не-не-не-не, мы в срывчик, мы вот сюда, мы в домик, мы в норку. Вот. То есть это что-то из этого. Это что-то, что вас всегда пугает. Вот что-то такое. И когда вы это нашли, ваша задача попытаться понять, там реально есть, что избегать или нет. Когда срабатывает механизм, например, допустим, это послание, это такой посыл, это такой, ну, зря в каких терминах какого, какой модальности психологической вы говорите. Это может быть родительское послание, если мы говорим в терминах трансактного анализа, это может быть глубинное убеждение, если мы говорим в терминах КПТ. Это не суть. То есть если идея в том, что меня невозможно любить и меня всегда будут отвергать, значит происходит прямо сейчас что-то, что как бы попадает вот в эту болевую точку. И чтобы не думать об этом и не чувствовать, вы уходите в срыв. Или, например, если ваше такое больное место ваше, это жизнь очень трудная и я не справлюсь, я слишком слабая, чтобы справиться с жизнью. Значит прямо сейчас, возможно, от вас требуются либо какие-то решения, либо что-то появилось, какие-то перспективы на будущее, может какие-то перемены, может быть еще что-то, что активизирует вот эту схему. Я слишком слаба, я не справлюсь. И вы уходите в срыв. То есть нужно взять вот этот вот как бы, вот этот страх, даже не мысль саму, как бы ослаба ли я, а действительно я не справлюсь или если я справлюсь, а саму ситуацию рассмотреть. Там есть чего бояться, там есть что реально избегать. Это действительно единственная возможность для меня, это спрятаться за вот эту вот как бы, за вот этот занавес и срыва, чтобы отстраниться от жизни, чтобы не присутствовать в своих собственных, вот просто чтобы уйти куда-то. Там действительно все так плохо, там действительно нужно вот так реагировать, потому что, когда включается вот этот защитный механизм, мозг не разбирается, он не анализирует ситуацию, насколько она реально похожа на ситуацию, которая вас когда-то травмировала. действительно ли эта ситуация может вас сейчас каким-то образом ретравматизировать или сломать, или еще что-то с вами плохое сделать. Появляются признаки какие-то, и все, и вы сразу уходите в избегание, то есть в защиту, моментально, не разбираясь, там реально опасно или нет. И вот это то, что нужно сделать, это после того, как вы дали срыву своему, вот как бы иссякнуть, потерять энергию, после того, как вы поняли, что вы избегаете, посмотрите на эту ситуацию и попытайтесь понять, у вас есть причины так реагировать, или может быть все не так страшно. Может быть у вас есть причины. Другой вопрос, действительно ли эта реакция вам так помогает. Может, вы сможете предложить какую-то другую, более адекватную ситуацию, потому что, понятное дело, если сталкиваясь с жизненными трудностями, человек идет, объедается и рвет, то это как бы, наверное, не помогает решать жизненные трудности. То есть, ну, здравый смысл, если включить. Вот, вот, вот ответ на вопрос, как выходить из затяжного срыва. Во-первых, дождаться, пока срыв потеряет энергию и начнет иссякать. Во-вторых, понимая, что это избегание, попытаться понять, что именно вы избегаете сейчас. И третье, проанализировать ситуацию, которая вызвала такую реакцию, на предмет, какая она на самом деле, насколько она страшная, насколько она травмирующая. Действительно ли я не могу ее пережить? Действительно ли мне нужно ее избегать? Вот. И тогда вы можете обнаружить, что, может быть, не мгновенно, а иногда мгновенно, учитывая, что уже как бы накал снизился, вы можете обнаружить, что на следующий день вы проснетесь и поймете, что как бы, ну, и вот, вот и закончилось. Вот и опять стало как-то более-менее привычно и нормально. Вот все, что я хотела сказать про затяжной срыв. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои социальные сети. Ссылки на них, как всегда, в описании к этому видео и на мой телеграм-канал. И через социальные сети вы можете меня найти, если я вам нужна. Кстати, по понедельникам в моем телеграм-канале я провожу разборы случаев. Это анонимно, совершенно бесплатно. Если вы хотите, чтобы я разобрала ваш случай, присоединяйтесь к группе и присылайте свой случай мне в личные сообщения. Пока!